Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют Так, будешь ли ты с Эллом снимать Майнкрафт? Нет, уже на этот вопрос отвечали Просто по душе мне было, когда я смотрел на квадратную модельку по имени Илдерель И подумаете ли вы создавать какие-нибудь другие социальные группы? Типа Твиттера? Ну да, на данный момент пока нет смысла, на мой взгляд Может быть потом Но насчет Майнкрафта, скорее всего, нет Хотя я, может быть, во что-то подобное, как Старбаунд, например, сыграю Так, давай вопрос тебе или там еще... Подожди, 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 подожди Смотри, у нас есть группа ВКонтакте Ей заведует Дезертир, так что в описании заглядывайте У меня отдельно есть Фейсбук и Твиттер тоже Кому интересно, подписывайтесь Ну и Инстаграм, не знаю, кто этим Так что у нас во всех популярных сетях есть группы Так что в описании Давай, следующий Элкер, почему перестал выкладывать на второй канал видео с котейкой Котейка-женяшка? Скоро будут новые видео, обещаю Так что ждите Все, кто подписан, вы это не зря сделали Кстати, я недавно выкладывал туда какое-то видео интересное Но это было три недели назад вопрос Так что ты делай скид Хорошо Твой вопрос Вопрос к обоям Какую музыку вы предпочитаете? Разную, я меломан То же самое, но я в основном электро И к дезертирую Сможешь ли ты попробовать один раз играть в Aliens with Predators? Смотря какую имеют в виду Если первую, которая Какого-то года То я в ней играл Она старая, вот там Нет, просто есть еще Aliens with Predators Новая 2009 Нет, он старую имеет в виду Потому что он тебе советует воспользоваться ТО-РОМ Чтобы ее найти легко Окей Не, ну как бы я нормально и ту, и ту находил И ту, и ту играл Да, может быть как-нибудь Но на данный момент пока нет Ясно Давай Теперь ты, да? Эл, можешь посоветовать, с чего начать учить веб-программирование? Если можно, какая-то библиография или туториала Желательно на русском Спасибо Одни раз уже, да? Мы, по-моему, на этот вопрос отвечали Забиваете в Яндексе, в Гугле Базовые основы HTML И все Вообще, честно говоря, первый раз, по-моему, этот вопрос вообще звучит Ну ладно Видимо, тебя просто где-то в другом месте спрашивали Не, меня спрашивали, по-моему, даже в личку Хотя, да, я могу напутать В общем, все, кому базовые основы надо Сейчас полно всяких уроков и видео, и текстовых В общем, пишите базовые уроки HTML В общем, мы как учителя, на самом деле, довольно плохие Поэтому Да И плюс я так Оттуда и оттуда хватался И что-то научился Ладно Дес Поскольку Элкин не будет проходить StarCraft Legacy of the Void Будешь ли ты делать это? Я вот даже не знаю Блин, он такой сложный И навряд ли я его пройду на Эксперте Наверное, нет Все, я тоже забью на это дело Наверное, нет, да Тем более, там Диабло русский меня еще ждет без Элкина Потому что этот негодник будет проходить английскую версию Да Все Все, и вообще наш союз дезертируем разрывается Навечно Навечно Ладно, все там или как? Не, ну да, от этого человека все Окей Эл, я сыграл в StarCraft в рейтинге 1 на 1 7 матч и выиграл 45 Почему я до сих пор не могу перейти в серебряную лигу Почему некоторые сыграют матчи 30 и уже в серебряной лиге, а и с хорошим соотношением бронзи? Вопрос к Дэвиду Киму, к сожалению, я не он, потому что он изобретал систему отбора и повышения в ранговых играх Еще раз повторюсь, помню, был это опять-таки вопрос Но был похоже, да? Надо играть не на количество и качество, а на... чтобы у вас была экономика хорошая, чтобы вы быстро выигрывали матчи, быстро кликали, использовали клавиатуру и мышку, а не только мышку, и тогда у вас будет все нормально Чтобы не играли левой пяткой ноги, как я Да, вот именно все и так Плюс на официальных форумах можно об этом почитать Ладно, дезертир, будешь ли ты играть инди-игры? Или сыграй ты в них уже когда-нибудь? Ну, во-первых, во время подкастов я, кстати, даже играл, по-моему, в одну из таких игр, как... как она называется? Черт, Лимба, вот сейчас помню Да, буду, 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 у меня интересные игры, мне они очень нравятся, так что да Да, и смотрите подкасты, потому что он именно туда это все вставляет Ну, не всегда, кстати, вот, например, в этот подкаст не будет Обидно Да, ну вот так Вот, ладно Эл, ты выпускаешь вопрос и ответ один неделю или один-две, две недели? Мы вообще, когда я жил в Голландии, мы вообще планировали каждый понедельник выпускать эти вопросы и ответы Да Поскольку у нас сбился весь график, поэтому, как я свободен, тогда и мы можем это дело записывать Да, тем более, что мы старались вроде как выпускать даже не раз в неделю, мы потом еще планировали раз в две недели, потом планировали по вопросам, вот, когда они наберутся, но вот как-то вообще не получается Короче, как они набираются, мы их пишем Да, стараемся Ага, Дес, еще один вопрос Будешь ли ты проходить Command & Conquer 3 Tiberian War? А что, если я начну, например, с Command & Conquer Sun? Ну, это уже самый первый Это как бы одна из первых, да Вот, то есть я могу и с нее начать Да, у меня были в планах, на самом деле человек угадал, это одна из моих любимых игр тоже по стратегии, поэтому да, было в планах В общем, он будет всю трилогию проходить Ну, там их больше, на самом деле, чем тебе кажется Там, по-моему, 7 частей Причем я еще и экшен буду проходить от первого лица О, там и такое есть Да, это офигенно, это единственная фактически стратегия, которая вот так сделана именно, ну, со стрельбой, там все круто Потом покажу Ладно, давай, тебе, ты куда пропал? Я вроде тут с вами, на видео, главное на канале видео ежедневно выходит, даже в выходные, но я куда-то пропал Странный народ Ну, вот так Девс, а какую часть Вархаммера ты будешь проходить? А, ну, это, видимо, вопрос был, когда после... Трех недель Ну, да, да А, первую, вторую, третью... В общем, все, там, имеется в виду дополнение к первой, вторую тоже дополнение И, в принципе, еще, наверное, экшен тоже будет проходить Так, вопрос к тебе, Айл, а ты будешь проходить StarCraft Legacy of the Void, когда он выйдет? Нет, не буду и не слежу, когда он выйдет А вот Витя неферит говорит наоборот, что, мол, конечно, будет, ведь на канале у него все версии StarCraft 2 и 1 Да, ну, че тут? Ну, вот, смотрите, я просто прошел первый, StarCraft второй, и я уже разочаровался в нем Думаю, зачем мне в Legacy of the Void играть? Да, а потом ты еще прошел этот ход и совсем прям... Да, вообще разочаровался Вот, Десс, будешь ли ты с Эллом играть в Sunthrow 4? Да Да, будем мы с тобой играть? Ну, если ты будешь, я, конечно, не против, в принципе Ну, там, смотри, сам, играю и все А еще, Десс, а будешь ли ты стримить Left 4 Dead 2? В принципе, нечто подобное планируется, но когда, без понятия То есть, это вообще в таких далеких планах, что мама не горюй Так, ладно, тебе вопрос, да? Да-да Кстати, насчет 10 тысяч подписчиков, хоть их сейчас и больше, но все же, почему не было ни видео, ни конкурса? А? 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 Вот были бы, не, вот смотри, были бы эти 10 тысяч подписчиков живыми людьми, точнее, не мертвых душ, я бы с удовольствием чем-нибудь сделал, но поскольку это когда-то люди в дальнейшем подписались и в дальнейшем, в прошлом что-то смотрели, они бы как бы не отписались и остались А на самом деле у нас там сколько? Ну, тысяч... 10% только жив, или 20%? Ну да, там тысячи-полторы пользователей, которые постоянно все смотрят Смотрят, вот, за что вам огромное спасибо Может, конечно, больше, так что не обижайтесь, но я думаю, в первые полторы тысячи вы точно вошли тех, кого я сейчас назвал, но... Перечислил по имену? Да Давай Следующий очень интересный вопрос, какой у вас LM рост? А? Метр восемьдесят пять И у меня такая же ерунда, хотя все утверждают, что я метр восемьдесят три Ну, у меня такая же ерунда Какая у вас была самая первая игра? Кубик Рубик не считается Самая первая игра, которую я поиграл на своем компьютере или вообще? Или учитываются еще и консоли? Ну, если про Кубик Рубик зашел спор, тогда у меня волк из... ну погоди, как это называлось? Ну, яйца, да-да-да Вот, у этого моя первая игра была Ну, у меня примерно так же, но я, например, еще начал с Dendy играть Игра была болотанчики в целом А на моем компе первая игра, которую я поиграл, был Max Payne А на игровых компьютерах в игровых залах был как раз Brood War Вот так вот Да ладно? Да Ты меня поразил А, ну еще могу Сизегу припомнить Там... Не надо каждую... каждую консоль Там был... каждую консоль Там был Соник Вот, так что вот так Ладно Ильдериэль Через что ты снимаешь? Ну скажи Паза и... еще не могу найти Не может найти Ладно, раньше ты снимал с Фрапса Поскольку Фрапс что-то вообще скатился Я перешел на экшен Потому что в экшене очень много настроек, которые вы можете сделать под себя Вот, а я от себя отвечу то, что я большинство своих видео снимаю через экшен Да Вот и снимай дальше С первого дубля Не, а я потом режу и сочу Давай Ага Дес, что случилось с диском? Спрашивает тебя Майк Кот Да, я здесь даже обещал немножко расширенно ответить Но суть в чем, я купил новые диски Жесткие? Они оказались бракованными О чем я узнал буквально через почти, не знаю там Две недели после того, как я спокойнейшим образом записал почти всего Ассасина Да, то есть часть выложил, часть записал Записывал последние серии И тут вдруг понял то, что что-то у меня начал комп как-то глючить и диски пропали Потом я перезагрузил компьютер и опять же не увидел этих дисков Ну и сейчас потихоньку вытаскиваю всю инфу, которая была там А так как диски были в так называемом рейд массиве Из-за падения одного диска упало оба Поэтому вот так вот Такая вот фигня И очень сложно сейчас заниматься вытаскиванием оттуда информации Но я стараюсь Потому что перезаписывать лень на самом деле И там было довольно много классных моментов Ну это я понимаю Так что вывод такой, не делайте рейд массивы Вставили жесткий диск, форматнули и пользуйтесь Хи-хи-хи-хи-хи Так, ладно Ладно DSL Вам сколько лет? И как вы познакомились? И какая раса вам нравятся процеденты и ветераны? Аааа Ну давай ты начнешь Сколько тебе лет? Как познакомились? Ты ответишь, а я потом просто Мне 25 Мы познакомились с помощью конкурса Который я проводил на своем канале Разыгрывал я тогда Вовку Ой, со сколькими-то аддонами Вот дезертир выиграл, получил приз И мы с тех пор начали вместе дружить Плюс к этому приз я получил геморрой от европейской версии Ну и тоже другой вопрос Ааа, мне нравятся эти раны Ну все Закончил так хорошо Вот Мне 22 Я познакомился с ESL так как он рассказал А тут действительно было так, было весело Даже по-моему буквально сразу же начали снимать видео Аааа И не люблю наверное протосов Что-то еще? А играет случайный раз или? Нет, давай следующий вопрос Эл, скажи когда ты открыл свой канал и будешь ли ты покупать коллекционные издания Diablo Reaper Of Souls? Он же сами LEGO идёт вот и вот. Кстати, тоже. Это, может быть, вопрос от меня. Так. Открыл канал я в 2006 году. И там было в начале уроки на английском языке как пользоваться фотошопом. Точнее, как делать всякие эффекты. Да, в целом, кстати, по-моему, один даже остался. Да, там два видео остались, которые из большинства просмотров. И я половину удалил. А какое второе? Про Diablo. Да, я уже сделал предзаказ на коллекционку. Единственное, не будет распаковки, потому что я сделал предзаказ в Голландии. И мне с Голландии просто ключ сфотографируют и отдадут, а коробка будет пылиться у знакомого. Печально. Да, очень. И что ты думаешь насчет новых правил, придуманных Ютубом для игровых каналов? То есть, например, ты выложил видео с прохождением, а тебе пришло сообщение в личку, что ты, типа, тупо нарушаешь там что-то и не дай бог, плакируют видео. Ну, у нас даже с тобой есть полностью подкаст насчет этого. Мне как-то параллельно. Близзарды официально разрешили использовать все свои видео на Ютубе, и они никаких ярлыков не накладывают. Так что мне пофигу. Я ответил? На ваш вопрос. Да, в принципе. Артемка поздравляет всех с Новым Годом. А вопрос от другого человека. Дес, а ты есть в Твиттере или в Фейсбуке? Какой у тебя телефон? Марка и модель. Вот. Два вопроса тебе сразу. Так, еще раз. Если я в Твиттере и Фейсбуке, и какой у меня марка, модель, телефон? Да. Меня нету ни там, ни там. И модель у меня, если не ошибаюсь, Samsung Galaxy Tab 2. Вот так вот. Следующий. Я сейчас только понял, что я не отсортировал по времени. А то он меня не обидится, я знаю. Хорошо. Я тебе это задам, пока ты сортируешь. Не, я уже отсортировал, просто сейчас ищу. Ну, ты задавай. Дес, после того, как пройдешь Вархаммер, все части, что будет дальше? На прохождении. А сколько у нас Вархаммера частей? Я так понимаю, миллионы тысяч? Не миллионы тысячи. Раз, два, три, четыре. Так. Пять, шесть. Ну, семь игр. А после этого будет, скорее всего, конкурсируясь. Еще я планирую пройти три стареньких игрушки, связанные с гонкой. Надеюсь, понравится. Я думаю, даже многие догадаются, о каких у меня игроков. Ну что, рассортировал или... Следующий вопрос тебе. Да, 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 рассортировал. Эл, когда ты пройдешь полностью вопрос с дополнением в Frozen Throne, то если я отправлю тебе свои компании, будешь ли ты их проходить? Нет, не буду. Потому что Frozen Throne, как некоторые мне написали злостные комментарии, что я не до конца его прошел, а именно не прошел компанию Рексара. Товарищи, она очень вкусна лично для меня. Там просто Рексаром и с каким-то этим шаманом бегаешь и уничтожаешь все. А дополнительные компании, которые сделали фанаты, мне вам абсолютно неинтересны. Там чисто все на эффектах основано. В общем, не буду. Но мы поняли. Эл, признайся честно, что ты зарабатываешь деньги в интернете. Каким образом? Ну, видимо, на своих подписчиках. Годяй, ты зарабатываешь на нас. Но если вы это называете заработком, я... Я сожалею. Да, на самом деле я раскрою страшную тайну. Там ютуберы, у которых меньше 500к подписчиков, ну или даже хотя бы сотника, зарабатывают настолько мелкие копейки, что, ну, как бы это даже не заработок. Это... Ну так, на чай с кофе может быть хватит, но... Не, давай лучше уточним. Если у человека нету стабильного 10к просмотров у любого видео, то да, про заработок вообще нету смысла. Ну да, вот он выложил видео, у него там, допустим, в первые часы там 3к набралось за сутки, там, от 10 до 15. То есть вот если такое есть, то да, он зарабатывает. Нету, значит, он не зарабатывает. Потому что в зависимости от разных компаний там дается за тысячу, заметьте, до тысячи просмотров от 40 центов до, там, по-моему, 4-5 долларов. Но и то, это у разных компаний. Вот, например, ютуб, по-моему, выплачивает 40 центов. Помножьте сами. Да, сейчас как все помножат и не то число получат. Да, вопрос от этого же человека. Хотел бы ты работать в Blizzard? Мечта моей, когда мне было 14 лет. Сейчас уже нет. Далее. Эл, заведи собаку. Это, видимо, не вопрос, а предложение. Ну, если ты мне ее заведешь, той породы, которой я хочу, и я ее с удовольствием от тебя приму. Окей, давай ты вопрос. Дес, покажи кота Эл на своем стриме. Почему ты его не показываешь? Потому что... Нет! Вот просто так. Нет. Пусть Элкин показывает кота в стриме. Пусть Элкин стримит кота 24 часа 7 дней в неделю. Вот так. Да. Следующий Дес, смотрел ли ты последнюю серию от Карбота. сезон 1 и 2. Если так, то как ты думаешь, означает, что Legacy of the Voice скоро выйдет? Странная логика. На самом деле, я отвечал на этот вопрос уже не на одном стриме, даже на трех, по-моему. И отвечал примерно так, что... Нет, я ее посмотрел все-таки уже. И да, на тот момент нет. И нет, не считаю, что он скоро выйдет, потому что официально он выйдет не раньше 2015 года. Так что Карбот вам не ванга. Да. Хотя там про некоторые про ЗБТ утверждают, что вот, там ЗБТ в 14-м году начнется, ну типа, все может быть. Но сам StarCraft официально выйдет не раньше. О, StarCraft. Ну, в общем, выходит. Он все правильно сказал. Ну да. Но я имел в виду Legacy of the Void, хотел сказать, а не StarCraft. Ну типа, ладно. Эл, кто тебе нравится, Новый или Сара? И, конечно же, кто из РАЗ тебе нравится не жить? Орки? Точнее, эльфы? Орки, зерги, прота-сатираны или, точнее, почему ты не не чешешь играть StarCraft Legacy of the Void? Вот. И почему ты ненавидишь StarCraft? Такой огромный вопрос. Да. Ну могу по частям, если хочешь. Не-не, я помню. Выбираю Сару из новых любимой расы Кровавые Эльфы, хотя их там не было. И почему я не хочу играть в Legacy of the Void? Повторюсь еще раз, разочаровал меня StarCraft. Вот. А почему ты его ненавидишь тогда вот сразу? А ненавижу? Ну, потому что зерги имба. Да, круто. Элдес, а как вы готовитесь к Новому году? Ох, ну уже. Не-не-не, я нарядил ёлку, вот жду наступления. Ну, я чую, я долго ждать буду, но ёлка стоит. Ёлка стоит. Ёлка стоит. Знаю, даже возвращаемся к моему второму каналу. Там выложено видео, как я Новый год отметил. Да. Ну, не прям всё, просто где-то. Там салютики в основном показаны, и всё. Окей. Эл, можешь посоветовать, с чего начать? это мы читали. Ну, пока читай. Я верю, что ты в Бога? Наверное, это будет странно звучать, потому что нет, я дырюсь. Вот, как-то так. сейчас Элкин в шоке сидит. Мы встретились, братья, я тоже не верю. А, во, окей, тогда ты в шоке. Так, Эл, ты будешь играть в другие игры от других компаний, к примеру, Rockstar, Ubisoft, Crytek, Activision и другие? Если они начнут нормальные игры делать, тогда почему бы и нет? Я как бы играю во все новинки, но не всегда их записываю и выкладываю. Окей, а вот такую игру, как Hotline Miami, например? Вот, я сейчас нажму Ctrl-T и напишу Hot, что? Hotline Miami. А как в Miami пишется? Ну, в общем, я так понял, ты в нее не играл, а ты инди-игрушка, блин, очень драйвовая. не, я же играл, ты что, помнишь, как я матерился, когда ты... А, все, да, 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 точно, точно. Да, играл, да, офигенно. Я даже у меня после парочки проб... Я там все собрал и сделал нормальную концовку, кстати. О, как. Было очень сложно. Я даже порывался пойти записать ее с мочуками, без запикиваний, но потом что-то идея загасла. Давай вот, знаешь, у меня есть предложение потом отсюда. Так, Эл, а как ты думаешь, какая армия сильнее, рой из зергов или пылающий легенок. боже мой. Открой редактор Старкрафта и Варкрафта, сделай там из-за денег. Как-то их сводить будешь уже твои проблемы. Вопрос к тебе, не хотел ли бы ты посмотреть такую игру, как Rust? А, постримить? Ну, во-первых, я сейчас судорожно поставлюсь вспомнить, что это за игра. Rust? Да. Окей, ну, посмотрим, не знаю, может быть, я не в курсе, что это за игра, и сейчас искать, ну, точнее, я нашел, но тут не очень плохо показывать. В общем, ладно, все может быть, может пострим. Вообще, я не планировал на данный момент стримить какие-то игры, кроме вопрос к тебе, ну, точнее, к нам. Элодиэс, как вы думаете, если Сара и Артас будут драться один на один и Рой против Нежник будет? Боже мой, чего у тебя за фантазия? Это не у меня, мужик. Ну, в смысле, вот чувака, я говорю, который задает такие вопросы. Но Рой уже не важно так, вот ты отвечал только что, а про Сару и Артаса кто победит? Я думаю, я вот, например, думаю, что просто Артас, мужик, он не ударит Сару, а Сара его пристрелит. А Сара не знает о его существовании и не будет тратить заряд временной машины, чтобы вернуться к нему. Да, на самом деле, просто они живут в разное время, поэтому там машина времени хоть и есть, но они не знают друг о друге. Да. Вот. Элкин, поздравляю с Новым Годом, как отмечать? Тут ты уже, в принципе, отмечал, что видео это в канале и все, в общем, как-то да. Эл, а ты будешь проходить StarCraft плейлисты, забывайте, где-то это я уже слышал. Эл, где плейлист StarCraft Fall? А, ну это, видать, старый вопрос, он во всех плейлистах, заходите на канал, там есть. Вот, давай тогда оттуда. А, от тебя вопросы к тебе кончились. Окей, тогда слушай, прям батарею вопрос. Эл, ты сколько будешь играть за Rexara? Не буду я за него играть. Эл, ты выпускаешь вопрос и ответ всего раз. Да, и все, и больше не буду. Эл, почему ты не стримишь? Времени нет. Не, вот объясни вот обосновательно вот всем уже, так что будет. И все. Ну, как появится время, я так с удовольствием, я каждый раз порываюсь начать стримить, вот даже сейчас хочу стримить, но не получается. Да, он просто задротил на Харснол. А вот. Кстати, до счета, так, 10 это было, ну и в принципе все, да, к тебе вопросы тоже закончились. Ну, круто, мужик, так что пишем. Так что задавайте следующие вопросы, я не знаю, я сейчас у себя на канале еще раз напишу, поехали, следующие. Не, давай, ты у меня напишешь, я у тебя и все. Окей. Так что все спасибо, кто слушал и задает вопросы, задавайте больше, мы будем стараться на них отвечать. Да, так что давайте вперед, вопросы ваши ждем, надеемся, им пока-пока-пока. Пока. Пока.